Солнце Тур. Реальный отдых за реальную цену. Одна из крупнейших в России сетей турагентств гарантирует вам безопасный и незабываемый отпуск. Звони 203795. В Кирове вынесли приговор директору пляжа «Титаник» Игорю Глухих. Его обвинили в изнасиловании и развратных действиях в отношении школьниц. По данным следствия, в деле фигурировали пять девочек. Одну из них осужденный изнасиловал, к другим приставал. Впрочем, вину Глухих не признал. Подробности в нашем следующем материале. Спустя более года после задержания 71-летнему обвиняемому вынесли приговор. От оглашений приносили Игорь Глухих, плохо себя чувствовал. По версии следствия, директор «Титаника» нанимал на работу молодых девушек, а потом к ним приставал. Одну из них даже изнасиловал. Обвиняемый знакомился с девочками на пляже или на улице и предлагал им подзаработать. Потерпевшие подрабатывали в его центре отдыха и получали за это символическую плату. В итоге следствием было установлено 11 эпизодов в отношении пяти девочек. Также суд удовлетворил иски потерпевших по 50 тысяч рублей и обязал оплатить расходы представителя. С глухих взыскали земельный участок в Оречевском районе. Хранящиеся в деле эротические журналы и розовый имитатор решено было уничтожить. С приговором осужденный был не согласен. «Никакой генеральной нет и не было. Я с самого начала говорил об этом. И то, что у нас в Северской области такие заказные дела проводятся, с этим надо бороться. К сожалению, очень тяжело, но бороться приходится. И буду отстаивать свои права. Я думаю, что в адаптации мне это помогут. Тем не менее глухих в суде признал, что он мог отнимать потерпевших, мог трогать их за грудь, но делал это по-отечески, чтобы подбодрить». Также назвал представителя потерпевших в козлом очкастым. И, видимо, будет еще одно уголовное дело за оскорбление участников судебного производства. «Вещи своими именами назвал». «Я тебе сказал, что это законодательный кайф». Скорее всего, решение суда глухих будет обжаловать. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова